Прекрасный зеленый лук, множество ярких цветов, десятки могил мастеров, скрыты под ними. Привет прекрасные мотыльки, с вами Федорович, а значит сейчас вы будете страдать от боли даже через экран и от сожаления, что не можете обучаться у таких великих мастеров. А если вы хотите получить поменьше урона, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Я замолвлю за вас словечко. Когда стоишь у алтаря, уже поздно думать о том, девственница ли твоя жена. А когда вызываешь на бой 50 вооруженных ножами спецназовцев, никогда не поздно вспомнить то время, когда ты пил вино, ибо его уже может не быть. Как бы сильно не дул ветер, гора никогда перед ним не склонится. А как бы сильны не были противники, настоящий мастер никогда не отступит и будет упорно, как баран, долбящий закрытые ворота, продолжать делать один и тот же прием от всех атак. Конечно, желание сдаться особенно сильно, когда победа близко. Но иногда стоит задуматься, будет ли будущее так же прекрасно, как настоящее, в котором ты великий мастер, у тебя 50 кентом, которым, правда, потом нужно заплатить за все это дело, но не сейчас. Сейчас ты мастер, как жук-навозник, купающийся в лучах теплого солнца, нашлаждаешься, захлестывающий из его волной славы и эйфории. Как бесполезно искать кости в курином яйце, не нужно даже пытаться проанализировать, каким макаром ему удается делать все эти приемы, которые сводятся к одному, схватить руку и выхватить нож. На это он и мастер. Сейчас я вас шокирую новым направлением каратэ, которое называется «Мальчики-зайчики». Сотни каратэк пытаются меня убедить, что существует всего 5 направлений каратэ, но я упорно им доказываю, что уже 105, и я их все найду и вам покажу. И для упавшего кирпича приходит день, когда на нем вырастает зеленая травка. А если говорить про великих мастеров, то для них всегда наступает день, когда к ним на тренировку приходит полный зал. Сначала я, как и вы, был шокирован происходящим. Я не мог понять, что это за разящая смертельными ударами техника. Может, для вас и не совсем понятно, зачем эти взрослые мужики садятся, а потом бьют, прыгая сидя, ведь они сами вздыхают через 10 прыжков и падают. Но потом я понял. Весь секрет в том, что при встрече с гопником ты должен сразу присесть и прыгая наносить сокрушительные удары в попытке разбить его драгоценные яйца, тем самым заставив капитулировать с поля боя. А может, я, конечно, и ошибаюсь, и это все просто большая репетиция детского утренника в садике. А сейчас держитесь крепче за свои диваны и лучше выплюньте эту котлету изо рта. А то сейчас я вам покажу настоящего чемпиона по нокаутам Ки. Удивлены? Шокированы? Или расстроены, что так не можете сами? Как оказалось, уже столько мастеров Ки, что среди них проводят даже соревнования по бесконтактному нокауту, и этот мастер его выиграл. Так что не смотрите ему в глаза и сразу лезьте под стол. Но из вороньего гнезда не взять куриного яйца, поэтому можете спать спокойно. Таких мастеров в кабаках не встретишь, поэтому вам ничего не грозит. Из одной хворостины, да еще и одной спичкой костер тяжело развести. Но после первой тренировки можно попробовать перебить парочку досок. Конечно, передайте Маге в черный пояс и собрав кучу зрителей. Маге в черный пояс и собрав кучу зрителей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Про этого мастера можно сказать одно. Пацан к успеху шел, но не подфартило. И вроде все бы делал правильно. Одел крутое синее кимоно, повязал четкий черный пояс, собрал кучу зрителей и классных девок для мотивации и дальнейшего отдыха с показом своей мощной бицухи и стальных кулаков. Он даже нашел сразу двоих помощников, а то один не смог бы выдержать его удар. Но в этот день нити вселенской удачи подсунули ему дубовые доски, а безголовый помощник оставил все подпиленные на гараже. Ну а как ему не оставить, если такое дело сначала нужно было обмыть Сан Санычем, а потом уже идти все крушить на своем пути? Ну а сейчас я вам покажу эволюцию бойцов Вин Чун. Эти ребята настолько продвинулись, что решили изучать технику одной руки. Как Сан Санычка смотрит на восходящее солнце и не может понять, где оно шлялось всю ночь, я часами смотрел на эту технику и не мог понять, зачем. Зачем делать технику одной рукой? Почему одной рукой? Почему так тупо делается удар? Почему второй сотрудник мастера просто не даст ему леща второй свободной рукой? Но потом меня осенило, ведь когда ты один, нужно думать о своих грехах, а когда в обществе забывать о чужих. Так и наши мастера, делая эту практику в какой-то филиппинской тюряге за решеткой, просто отрабатывают свои грехи. Потому что когда в душе им придется ее применить, она их не спасет. А они это понимают. Поэтому и делают эту практику. Как бы сопротивлялись, но не получилось. Пишите в комменты, какие приемчики вы возьмете себе на вооружение. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. А то этот могут заблочить. И обязательно посмотрите супер видео в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Лучшие приемы, техника ударовая, эффективная работа на мешках и лапах, самооборона на улице. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok